По всей границе с Арменией создаются новые позиции и новые посты. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 26 июня на церемонии закладки фундамента санатория Истису в Кельбайджарском районе. Глава государства отметил, что проводится всесторонняя работа. Создается инфраструктура, строятся больницы, школы, жилые дома, культурные объекты, аэропорты, железные дороги и туннели. Кроме того, проводится реставрация мечетей и музеев. Перечислить все работы, выполненные всего за полтора года невозможно, сказал президент и добавил, что этот факт показывает, что мы являемся хозяевами этих земель. Они 30 лет находились в руках армян. Что они оставили после себя? Руины, разоренные города, села. Я говорил это много раз и каждый раз, когда я вижу эти руины, я буду говорить, как будто здесь жило дикое племя. Откуда исходит так много ненависти и человеконенавистничества? Это должны сказать нам психологи или психиатры, потому что нормальный человек не будет прибегать к подобным действиям, сказал президент страны. Ильхам Алиев отметил, что азербайджанцы – это народ-созидатель, и вернувшись на эти земли, мы строим новую жизнь на полностью разрушенной территории в 10 тысяч квадратных километров. Уже видны проявления этой новой жизни. В освобожденных городах и селах ведутся масштабные строительные работы. В Шуше на сегодняшний день проживает более тысячи человек, которые занимаются строительством и работают в сфере услуг. В Агдаме уже создается промышленный парк. В селе Агалы Зангеландского района введен в эксплуатацию первый проект «Умное село». «Мы это делаем, мы хозяева этих земель. Каждый должен знать, что это очень масштабная работа», отметил президент Азербайджана. Главнокомандующий отметил также, что по всей границе с Арменией создаются новые посты и новые позиции. «Строится много новых дорог, ведущих к границе Армении, чтобы мы могли более комфортно добираться до своих позиций». Глава государства подчеркнул, что объем проводимых работ еще раз показывает величие нашего народа. То, что граждане Азербайджана являются хозяевами этих земель, вернулись в Карабах и будут жить здесь вечно.